Хе-хе, всем здрасте, меня зовут Лена Червова, я розетый стилист, и сегодня у нас с вами долгожданная распаковка. Кстати, мой ассистент сегодня, это Кот Марти, он очень любит распаковки, поэтому не смог пропустить это занятие здесь. Да, Кот? Итак, сайт iHerb. Я очень давно с него заказываю. Заказываю в основном средства для тела, косметику, иногда какие-то съестные штучки, и очень-очень-очень редко какие-нибудь витамины. Так вот, моему счастью не было предела, когда я узнала, что на сайте iHerb открылось подразделение, которое называется Love Letter, где теперь продают косметику, классную косметику, косметику иностранных производителей, которые, допустим, просто так не купить в обычных магазинах, или которую можно купить в обычных магазинах, но там она дешевле. Короче, я заказала косметику, и вот прям вскрываю при вас это все. Оп, когда я шла на почту, я очень надеялась, что посылка будет такая огромная и внушительная, что, знаете ли, в кадре красиво смотрелось, но она оказалась вот какой-то такой малышкой. Ну, что поделать? Короче, что же у нас тут? Что же у нас тут? Давайте вскрывать. Итак, первое, что я вижу, это тушь от Maybelline Lash Sensation. Я, кстати, очень сильно люблю эту тушь и постоянно ее покупаю здесь. Кстати, хочу сказать, что если покупать ее в России со всеми скидками, допустим, я покупаю в подружке со скидками, там бывает 15-20%, она выходит дешевле, чем на iHerb, но на iHerb у меня, ну, был заказ, и я решила, почему бы туда не пульнуть эту тушь. Ну, как бы, почему нет? Там, кстати, можно найти от Maybelline еще какие-нибудь варианты косметики, допустим, карандашей, которые могут не встречаться в вашем магазине. Ну, в смысле, не из-за того, что они не продаются, а из-за того, что часто заканчиваются какие-нибудь классные цвета, допустим, ходовые черные или коричневые. То есть, я часто прихожу в магазин, смотрю, этих вариантов нет, а там они есть, заказали, привезли, получили, не надо ходить в магазин. Тушь. Следующее, давайте по косметике сначала. Следующее это бальзам Carmex с арбузом, это то, что мы постоянно заказываем на iHerb, мы, потому что это я и кот. Естественно, Алексашка, который очень часто пользуется этим бальзамом. Раньше мы там заказывали оригинальный, в тюбиках вот эти вот с вишней, но почему-то они там пропали, и вот остались с арбузом, с ягодой и какой-то там еще набор. В общем, из меньших зол мы выбрали арбузный, но он, кстати, приятненький, он выкручивается, как помадка. Стоит относительно недорого, точно дешевле, чем в обычных магазинах. Он стоит, по-моему, 150, а в магазинах 300. Что-то, 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 что-то. Ох, это же класс. Так, во-первых, на Love Letter, это подразделение iHerb, стали продавать косметику The Balm, и я не могу этому не радоваться, потому что я очень люблю хайлайтер The Balm. Я его покупаю постоянно, он сейчас продается в Литуале, все классно, но он у меня сейчас, очень его много, то есть я его не так давно купила. Я решила, ну, не тратить деньги на него, а решила заказать то, чего обычно либо не бывает в обычных магазинах Литуале, допустим, либо постоянно заканчивается, либо что-то как-то мне жаба давит, и тут решила я заказать. Короче, это скульптор Bagama Mama, вот такого вот цвета, тинь-тинь-тинь, крутецкий. Он прям классного, правильного цвета, на самом деле я лично им не пользовалась еще, но я знаю, что он крутой, его многие кто-то рекомендовал, я действительно его хотела попробовать, и вот заказала. Это класс, очень рекомендую, если вы ищете скульптор, попробуйте вот этот The Balm Bagama Mama, а если вы ищете хайлайтер, то попробуйте The Balm Mary Lou, очень сильно его люблю, пользуюсь уже, наверное, лет 5 им, он действительно классный, и там же на Love Letter и iHerb он есть. И, кстати, не забывайте про промокод, скидка, я внизу еще дополнительно напишу, но на всякий случай продублирую здесь, HLQ325, это мой промокод, вводя который вы получаете дополнительную скидку, даже если вы покупаете товары по акции. Так, ну дальше по косметике. Знаете ли, тут я позаботилась не только о себе, но и о муже, и заказали мы с сайта iHerb, с Love Letter, шампунь American Crew, 3 в 1, которым Сашка будет пользоваться. Здоровая батья, 450 мл, такая прям увесистая, она чуть дешевле, чем, опять же, в обычных магазинах у нас выходит, поэтому почему бы не сэкономить и не заказать оттуда, тем более, если мы будем пользоваться промокодом, будет еще дешевле. Пахнет мужиком, но не сильным, ну, в смысле, сильным мужиком, но не таким, не приторным мужиком. Короче, нормальная шампунь, 3 в 1, шампунь, кондиционер и боди-вош, гель для душа. Нормоз! Сашка, будешь пользоваться? Ну, конечно! Так, еще немножечко косметички. Когда я работала визажистом, это было давно, и когда просторы интернета были не настолько открыты, мы все мечтали о косметике Cargo. Как-то был бум на эту косметику, сейчас он почему-то спал, но я помню это вожделение, как мы очень сильно хотели эту косметику, ее было очень сложно достать, она была очень дорогая, но теперь я могу на сайте iHerb заказать косметику Cargo, и в том числе заказать вот эти румяна. Короче, тут румяна в металлической банке, они похожи на банку, не знаю, с кремом или мазью какой-нибудь, и они такого нежного розового цвета. Цвет свежести, который не пахнет ничем. Кот, понюхай. Кот устал. Кот, кот, кот. Марти. На, о, что-то распаковка. Короче, они придают нежный румянец вашей коже, и очень круто освежают лицо. Прям, знаете, можно только им воспользоваться. Ой, прям приятненько так. Хоп-хоп-хоп, знаете. Только им воспользоваться немножечко скульптора, вот предыдущего, немножечко хайлайтера и кайф. Я не знаю, что я сделала, у меня нет зеркала, надеюсь, выглядит все нормально. Классно. Косметика Cargo классная. Действительно, у них крутые консилеры. Румяна, прикольные тени. У них тоже есть тональные, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, я имею в виду, что есть они точно, а если они на Love Letter, я не уверена. Вот, класс. Румяна буду пользоваться. Прям. И такая упаковка стильная. И она, кстати, не очень тяжелая. И еще по косметике это тени. Тени Larac. За которыми тоже мы сильно гонялись, когда я работала визажистом. У меня не было ни одной палетки теней Larac. Я решила ее заказать. И знаете, что я хочу сделать? Сейчас я вам расскажу. Так, надо выяснить, как ее вскрывают, чтобы не испортить упаковку. Так, мы вскрываем аккуратно, красиво. Упаковка, кстати, очень красивая. Я заказала нейтральную палетку нюдовых оттенков, которые максимально универсальны. Тут все. О-о-о, посмотрите. Шуршит приятненько. Larac. Unfiltered. Сейчас сначала сама посмотрю. О-о-о, класс. Короче, ребятки. Это палетка из пяти оттенков теней. Нежный, нюдовый, нейтральный. С блестками розовый, который можно, кстати, на Новый год использовать. Или вообще, если немножечко феерии хочется придать своему образу. Средний коричневый. Бронзовый оттенок, который можно во внешний уголок для того, чтобы придать эффект более выразительный глаз. И темно-коричневый. И плюс тут идет кисточка в комплекте. Кисточка, кстати, очень правильная. Одна сторона плоская. Это для нанесения теней подойдет. Правда, она очень маленькая. Но, знаете, очень хорошо будет нижнюю часть века прорабатывать. Либо внутренний уголок. И вторая круглая для того, чтобы растушевывать. Я думаю, что кисточка синтетическая. Но она очень мягкая. Она не колется. То есть ей, в принципе, хорошо будет наносить эти тени. Очень круто, что в комплекте идет действительно правильная кисточка. А не, знаете, вот эти вот аппликаторы дурацкие. Так вот, ребятки. Ну, я хочу подарить вам эту палетку. Как вы думаете? Хотите? Ладно. Так и быть, в конце устрою розыгрыш. Поэтому досмотрите до конца это видео. Ну, на самом деле, тут немного осталось. Тут осталось несколько баночек, которые сейчас я достану. Итак, у нас в лотах 4 приправы от Simple Organic, которые мы очень-очень любим. Заказываем уже, наверное, второй или третий год. Потому что они действительно классные. Мы практически не покупаем приправы в обычном магазине, потому что заказываем их с iHerb. За что мы любим эти приправы? За то, что они без лишней какой-то фигни. Да, Куда? Да, в общем, если это трава, то тут только трава без соли, без каких-то усилителей вкуса, без еще чего-то. Если это универсальная приправа, то там тоже только органические какие-то компоненты, которые круто действительно придают вкус блюду. Ну, не портят, короче, вкус. Вот, что мы заказали. Это, на самом деле, набор самых универсальных для нас приправ, которые мы чаще всего заказываем, перезаказываем. Итак, первое. Это приправы для курицы. Тут, кстати, есть штука для того, чтобы сыпать. Но обычно мы ее просто снимаем и ложечку достаем. Что в составе? Давайте. Органический чеснок, сесолт, соль, лук, розмарин, тьмин или тимьян, орегано, майоран, черный перец и еще какие-то штуки. Ну, бейл лиф, я не знаю, что это значит. Ну, короче, все органическое, без всяких е и так далее. Приправа для курицы прикольная. Мы используем ее не только для курицы, но и для мяса, да? Да. Да, Сашка подсказывает, потому что он готовит. Не только для мяса ее используем, но она прям действительно универсальная и классная. Зачем? За что мы ее любим? За то, что она органическая. За то, что она органическая, мы за это ее любим. Дальше. Следующая приправа для морепродуктов. Тоже суперкрутая. Но в последнее время чего-то она немножечко изменила свой состав, что ли. Тут, короче, есть в составе кунжут. Кунжут? В составе есть кунжут, который был каким-то слишком заметным. Ну, то есть ты его сыпешь в креветки, допустим, потом ешь, и этот кунжут как-то на зубах немножечко так заметен. Вот. Но мы решили заказать еще раз, с надеждой на то, что это был какой-то брак, и сейчас все будет нормально. Тут тоже у нас все органическое. Соль, сахар, чеснок, еще что-то, еще что-то, чили. Ну, короче, эта приправа очень круто избавляет от запаха рыбы, либо от запаха моря, тины, морепродукты. Надоело. Бывает такое, что покупаешь морепродукты замороженные, потом размораживаешь, они очень сильно воняют, и при приготовлении все равно это не исчезает, этот запах. Так вот, эта приправа очень круто действительно убирает этот стрёмный запах, который прям... Поэтому мы любим эту приправу. И две приправы только с травами. Первая это прованские травы, а вторая это итальянские травы. Они примерно похожи, но немножечко у них разный вкус. Прованские травы чуть более крупные приправы, чуть более крупная трава, а итальянские чуть менее крупные. Давайте по составу. Значит, в итальянских у нас орегано, майоран, тмин, базилик, розмарин и сейдж. Сейдж, я не помню, что это, хотя я знаю, что это, но я не помню. А в прованских травах у нас тмин, розмарин, базилик, парсли, орегано и еще какие-то штуки. И даже цветы лаванды есть. О, прикольно. Прикольно, не знаю, что тут цветы лаванды есть. Короче, мы добавляем эти приправы вообще хоть куда. То есть, допустим, готовим курицу, добавляем это и это. Готовим морепродукты, это и это. Готовим салат, добавляем, допустим, какой-то соус, масло, сметану, соевый соус и так далее. И добавляем вот это, потому что они действительно классные. Они круто работают абсолютно в любом блюде. Супер деликатные, но вот такую вот изюминку придают нашему блюду. Поэтому сильно их любим, постоянно их заказываем. Я прям действительно очень вам рекомендую попробовать эти специи. Они стоят примерно столько же, примерно столько же, сколько хорошие специи в магазине. Но их, во-первых, хватит на дольше. Не знаю почему, но хватит. Ну, правда, потому что их нужно совсем чуть-чуть, чтобы они заработали в блюде. То есть, не нужно их прям сыпать, 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 сыпать. Во-вторых, тут нет никаких лишних деталей. Короче, все органическое, классное. В общем, прорекламировала, грубо говоря. Но, правда, сильно их люблю. И давайте проведем розыгрыш. И чтобы выиграть вот эту прекраснейшую, нейтральную, универсальную палетку теней от Ларак. Блин, может мне ее себе оставить? Ладно, все для вас, ребятки. Вам нужно сделать практически ничего. Короче, записывайте. Во-первых, вам нужно быть обязательно подписанным на мой канал. Если вдруг вы этого не сделали, обязательно сейчас подпишитесь внизу. Второе. Поставить колокольчик для того, чтобы вам приходили упоминания о том, что у меня вышло новое видео, и вы ничего не пропустили. Ни новые конкурсы, ни результаты розыгрышей. Третье. Поставить лайк этому видео, ну, чтобы понять, что как бы... Ну, ничего так вроде видео нормальное было, полезненькое. И четвертое. Это написать комментарий. Какой же нужно написать комментарий? А какой? Очень-очень простой. Просто, как вы думаете, следующее видео какое, на какую тему будет? Что я буду там рассказывать? Кстати, возможно, кто-то не угадает, какое будет видео, но вы дадите мне какую-то классную идею, и я вашу идею реализую. Но на самом деле, давайте угадывайте. Те, кто будет прав, или те, кто напишет какую-то крутую идею, которую я возьму себе на заметку, я обязательно подарю вам вот эту палетку. Выберу одного человека, того, чей комментарий мне понравится больше всего. И в следующем видео, которое вы угадаете, я объявлю результаты. Погнали!